Пермь принимает значимое соревнование по подводному плаванию. На водных дорожках Олимпии проходит чемпионат страны. За награды стартов борются порядка двух сотен спортсменов из 20 регионов России. По итогам этих состязаний будет сформирована национальная сборная. Это основной этап отбора для чемпионата мира, который пройдет в Венгрии в июле месяц. Отбирается около 25 человек стартовый состав. 26, 13 женщин, 13 мужчин. И лучшие результаты, которые будут здесь показаны, они будут являться результатами отбора. Мы надеемся на установление нескольких рекордов и хороших результатов. Надеемся, что спортсмены покажут хорошие результаты. А самое главное, чтобы они их показали на чемпионате мира. На правах хозяев соревнований пермяки выставили довольно многочисленную команду. Подготовка прошла успешно, считают наставники. Часть мест сборной России обязательно должны занять наши пловцы. Высокие результаты ожидают от пермяков не только в личном первенстве, но и в эстафетах. Эстафетный результат – это очень важно, потому что, во-первых, очень зрелищно. Это для зрителей в первую очередь эстафета была придумана. И я думаю, что в 4 по 200, в 4 по 100, что в мужской, что в женской, у нас есть достаточно серьезные шансы. Может быть, даже где-то и первыми местами занять. Но, как показывает сегодняшний день, утренние заплывы, борьба очень серьезная. То есть корпус в корпус. Идут спортсмены, потому как все понимают цена вопроса попадания в состав сборной России. Первые же дистанции доказали, что претензии пермяков на высокие результаты небезосновательны. К примеру, Вера Красильникова, недавно выступившая на состязаниях по классическому плаванию, заняла третье место на стометровке. А Дарья Дрегер выиграла заплыв на 400 метров с баллоном. Это мой лучший результат. У меня были недавно совсем соревнования по моему плаванию. Тяжело восстанавливаться. Я, в принципе, довольна третьим местом. Среди юниоров я первая. Результат, ну, в принципе, да, устроил я. Это второй по скорости лучший мой результат. Я как бы могла плыть быстрее, наверное. Тут главное было место. И я, в принципе, довольна. Следующая моя дистанция – это 200. И я хочу отобраться с ней в сборную. И потом я поглубу 100 с баллоном и еще 200 феты. Состязания в Олимпии завершатся в пятницу, 17 июня. Сильнейшие мотокроссмены Урала и Поволжья померились силами на Пермской земле. В нашем городе состоялся второй этап зонального лично-командного первенства. В этом году, после некоторого перерыва, руководство Российской Федерации мотоциклетного спорта решило вновь объединить окружные старты. Эта система была и раньше. Потом ее отменили и стали спортсменам выступать по округам. Это очень существенно отразилось на соревнованиях. Во-первых, малое количество спортсменов. Во-вторых, вот эти вот региональные зоны, по которым это было разбито, не позволяло совмещать соревнования. Потому что в одно время, одновременно происходило несколько соревнований, и спортсмены были просто растеряны в том плане, где лучше выступать и готовиться к следующим соревнованиям. Сейчас это позволило нам существенно увеличить количество участников соревнований. В результате пермский этап первенства собрал на треке свыше сотни участников из 19 уральских и приложских городов. На старт вышли гонщики от 5 до 19 лет. Награды разыгрывались в четырех классах в зависимости от объема двигателя. Кроме того, были проведены показательные заезды еще в одном новом классе. Наконец-то и наши российские заводы стали тоже думать о спортсменах. И стали выпускать спортсмены, вернее мотоциклы класса 110 кубических сантиметров. И они у нас сегодня выступают вне регламента, как показательные соревнования. Но цена этих мотоциклов в четыре раза ниже, чем такого же класса импортного производства. Пермьки на прошедшем этапе выступили довольно неплохо и заняли третье место в общем зачете соревнований, пропустив вперед представителей Челябинска и Каменск-Уральского. Золото в копилку нашей команды принес Роман Карымов. Он стал лучшим в классе 85 кубических сантиметров. Впереди у мотокроссменов еще пять этапов. Напомним, финал первенства состоится в Перми 1 октября. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.